Всем привет, на связи МК. Извиняюсь за голос, слегка приболел. Наконец-то рынок устаканился, и пришло время выбрать лучшие процессоры начала 2022 года. Кто-то скажет, что все очевидно, берем бюджетный Intel 12-го поколения и ищем деньги на видеокарту. Но не все так просто. Если взглянуть на сборку в целом, то картина меняется. Сегодня я расскажу, какие процессоры для игрового ПК стоит рассматривать к покупке, а какие лучше обходить стороной. Поехали. Гиперпням здесь не место. Именно с этих слов я хочу начать наш разбор. Увы, два ядра и четыре потока уже не хватает для многих современных игр, даже в случае с новым Pentium G на крутой архитектуре Elder Lake. В том же Warzone такие CPU нагружены на 100% с постоянными фризами. В Forza Horizon 5 нагрузка аналогичная, но проблем с замиранием картинки нет, как и какого-либо запаса на будущее. Эльдорадовские два ядра окончательно все. В 2022 году такие процессоры, как Athlon, Celeron и Pentium можно рассматривать лишь как офисно-мультимедийные затычки. Для игр их можно брать только в том случае, если вы любитель старины и простеньких онлайн-проектов. Поэтому минимумом для комфортной игры в 2022 году становятся четыре ядра и восемь потоков. Первая мысль у людей, знакомых с новинками железа – Intel Core i3-12100F. И знаете, что первое приходит в голову жуку, когда он влетает в лобовое стекло автомобиля? Его жопа! С одной стороны, да, новая архитектура этого четырехъядерного Core i3 позволяет нагибать даже популярный Core i5-10400F, а ведь у последнего на минуточку в полтора раза больше ядер. Казалось бы, вот он – новый народный процессор. И в этот момент прилетает задняя часть жука. Безусловно, i3-12100F хорош и даже стоит адекватных денег – около 9000 рублей. Но вот когда начинаешь подбирать под него материнскую плату на новом сокете LGA1700, понимаешь, что даже самые простые модели с двумя слотами под ОЗУ только начинаются от 8000 рублей. Если же мы хотим четыре слота и хотя бы чипсет B660 для разгона памяти, то придется отдать уже от 12000 рублей. И я уже молчу про решение совсем-совсем на будущее с поддержкой DDR5. Так что, какими бы ни были крутыми младшие Elder Lake, цены на материнские платы разбивают все надежды о лобовое стекло. И так как в любом случае решающим фактором становится соотношение цены-производительности, то имеет смысл слегка притормозить и вспомнить про более старые сокеты на LGA1200 и AM4. Да, в декабрьском выпуске «Почему сейчас не время собирать ПК» мы говорили, что эти сокеты уже по сути мертвы, так как новых процессоров под них не будет, разве что Ryzen 5800X3D с огромным кэшем. Но он рискует стать эдакой диковинкой не для всех. И как это обычно бывает, рыночек порешал. Новые Elder Lake вынудили AMD снижать цены на Ryzen. Пока в основном только в Европе и США, но в России понижение уже тоже началось. К тому же в случае с LGA1200 стоимость плат гораздо адекватнее, и самые простые решения можно найти дешевле 5000 рублей. Ну и под конец была надежда, что на оси S22 AMD покажет нам будущий Ryzen на AM5. Однако на практике мы лишь узнали, что реально анонс состоится только во втором полугодии, в том числе из-за высоких цен на DDR5, то есть ждать еще долго. Вот и получается, что на фоне неопределенности из-за дефицита чипов и всех факторов, которые я озвучил, процессоры на AM4 и LGA1200 все же имеют право на покупку. Первое, что стоит вспомнить, старичка Core i3-10100F. При стоимости в 6-7 тысяч рублей претензий к нему вообще никаких нет. Да, он отстает от собрата 12-го поколения в играх вплоть до 15-20%, но вместе с неплохой материнской платой его можно забрать по цене одной только доски на LGA1700, что делает его просто вне конкуренции. А что насчет восьми поточных Ryzen 3300 и 3300X? Увы, ничего хорошего. У нас в продаже найти их сложно, да и цена в 10 тысяч не внушает оптимизма. Четыре ядра в Ryzen 5000 мы уже не увидим, так что про красных в бюджетном сегменте можно пока забыть. Вернемся к нашему Core i3-10100F. Разумеется, не стоит рассчитывать, что он выдаст вам в последних хитах больше сотни FPS, но вот стабильные 50-60 кадров без фризов ему вполне по зубам. Собственно, поэтому и в случае с видеокарты имеет смысл остановиться на уровне RTX 3050, хотя найти отличную 3050 надо еще постараться. Сомневаюсь, конечно, что авитореволюция против перекупов быстро что-то решит, но геймеры сплотились и выступают с бойкотом таких цен, а нет спроса, не будет и предложения. Майнерам эта карточка абсолютно неинтересна, так что мамкиным бизнесменам рано или поздно придется отдавать залежавшийся товар по ценам близким к рекомендованным. Что касается апгрейда такой связки в будущем, то логичным решением выглядит шестиядерный Core i5-11400F. Его также сложно назвать горячим в играх, и при этом 12 потоков точно хватит на ближайшие 3-4 года комфортного гейминга. Разумеется, i5-11400F можно сейчас взять и при сборке ПК с нуля, если вы не планируете апгрейд ближайшие пару лет. Останется только найти видеокарту классом повыше, например, RTX 3060 или RX 6600 XT. Из-за падения курсов криптовалюты и серьезного увеличения времени окупаемости, ценники на них тоже стали снижаться. Так в Европе карточку от AMD можно найти за 45-50 тысяч рублей. Core i5-11400F сейчас можно найти за 12-13 тысяч рублей. К тому же даже недорогие платы на чипсете B560 умеют гнать память. В итоге можно неплохо оторваться от предшественника в лице Core i5-10400F. В рабочих задачах разница может достигать 20%. Разгон ОЗУ сейчас эффективнее разгона процессора. Переход от стандартных 2666 МГц к недорогим 3600 МГцам может дополнительно увеличить FPS на 10% в играх. Однако, логичный апгрейд в данном случае заканчивается на Core i7-11700F. Спору нет, этого восьмиядерного CPU скорее всего хватит для игр далеко не на один год, но стоит помнить, что уже у Intel и у AMD есть десктопные 16-ядерные процессоры, которые в рабочих задачах будут показывать себя ощутимо лучше. Поэтому, если вы хотите иметь отличный апгрейд аж на два поколения вперед, имеет смысл присмотреться к свежему Core i5-12400F. Да, стоит он под 18 тысяч рублей, а за хорошую материнскую плату на LGA 1700 придется отдать еще две трети его цены. Но зато в играх он показывает себя просто отлично, не оставляя ни шанса своим предшественникам. Более того, временами он догоняет Ryzen 5 5600X, который стоит дороже и до этого являлся лучшим игровым шестиядерным CPU. Последний, к слову, тоже имеет смысл рассмотреть к покупке. Все дело в том, что самые простые платы под него на чипсете B550 можно найти буквально за 5-6 тысяч рублей, что нивелирует разницу в цене с новым Core i5. К тому же возможностей по апгрейду на IM4 хватает. Например, есть 12 и даже 16 ядерный Ryzen 9, которые еще долго будут радовать вас своей производительностью. А вот про народного любимца Ryzen 5 3600 уже пора забыть. Если сравнить цены на Е-каталог, то видно, что Ryzen 5 3600 ощутимо дороже Core i5 11400F. И он также ощутимо проигрывает ему в играх, поэтому рассматривать его к покупке нет никакого смысла. Ryzen 5 3600 уходит на покой. Шесть ядер – это оптимальный выбор для тех, кто хочет комфортно играть ближайшие несколько лет без упора в процессор. Но что делать тем счастливчикам, кто смог раздобыть себе RTX 3080 или RX 6800 и планирует выжать из них все соки? Тут уже ничего не поделаешь. Придется переходить к восьми ядрам. Здесь есть два интересных процессора с очень близкой производительностью – Core i7 11700F и Ryzen 7 5800X. Решение от Intel стоит на пару тысяч дешевле, но с другой стороны под процессор AMD платы тоже будут немного дешевле. Также нужно помнить, что в случае с AM4 возможности по апгрейду выше. Если менять Core i7 на Core i9 смысла практически нет, это даст пару сотен МГц ценой серьезно возросшего тепловыделения, то вот тот же 16-ядерный Ryzen 9 5 950X вдвое ускорит работу в процессорозависимых задачах. Хотя, с другой стороны, велик шанс, что про апгрейд ПК с восьмиядерным CPU под капотом вы вообще не вспомните и просто через несколько лет поменяете его на новый. Так что выбор здесь скорее идет по личному предпочтению – AMD или Intel. Ну и под конец пару слов о членах клуба 12+. Речь тут, конечно, идет про число процессорных ядер. Благо, с недавних пор Intel очнулась и стала предлагать такие CPU в пользовательском сегменте. Думаю, и так понятно, что это высшая лига для тех, кто имеет парочку RTX 3090 и 300 Гц монитор, а в рабочее время обсчитывает новые ракеты для маска и рисует фильмы для Marvel. Короче говоря, это топ из топов для тех, кто хочет выжать самый максимум, который может дать пользователю десктопный сегмент. И всего тут можно выделить две группы процессоров. Это 12-ядерные решения в лице Core i7-12700K и Ryzen 9 5900X, и 16-ядерные Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X. В общем и целом, в каждой из групп представители AMD и Intel очень схожи. В однопотоке и играх лидируют с небольшим перевесом синие, а в многопоточных задачах красные. Благо, у последних все ядра полноценные. Что касается цены, то тут уже традиционно решения от Intel могут быть на 5-10 тысяч дешевле. Но не спешите радоваться. Для полноценной работы синих кипятильников вам потребуется плата как минимум за пару десятков тысяч рублей. А уж про цену новой памяти DDR5 и вовсе можно молчать. Но в любом случае мы говорим о CPU, которые попадают в сборки минимум за 250-300 тысяч рублей. Поэтому тут нет смысла вести речи об экономии какой-то жалкой десятки. Что в итоге? Дефицит внес свои коррективы, процессоров AMD на новом сокете AM5 ждать еще полгода, а стоимость материнских плат на LJ1700 заставляет невольно перекреститься. Так что в результате приходится вновь возвращаться к старичкам на LJ1200 и AM4, благо на деле их производительности хоть отбавляет для игр и рабочих задач их хватит в ближайшие несколько лет. С другой стороны, релиз Elder Lake неплохо расшевелил рынок. Не успевая выпустить Ryzen 7000, компания AMD вынуждена снижать цены на текущие Ryzen 5000, так что мы вновь видим конкуренцию. К тому же можно разглядеть свет в конце туннеля и в случае с видеокартами. RTX 3080 отдают иностранные ритейлеры всего за 100 тысяч рублей, но у нас она стоит 140 для сравнения. Так что покупка мощного CPU на будущее выглядит достаточно логичной. Все процессоры из видео я добавил в одну корзину на e-каталог, ищите ссылку в описании. Напоминаю, у нас есть сообщество ВКонтакте, там мы публикуем самые интересные IT-новости, переходите, подписывайтесь. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, здоровья вам, не болейте, еще увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok